Привет, друзья! Это рубрика «Дай проверю!» Меня зовут Макс. Погнали! Ребят, сегодня тестируем просто что-то невероятное. Вы знаете, что это такое? Ребят, это уникальный продукт. Это десерт на гриле. Вы можете себе представить? Форестер компания выпускает. Нашел я это в магазине «Линия». Тут что-то вот такая вот какая-то ерунда. Написано, что это десерт на гриле. В комплект входит приправа и два лотка. А вот этот комплект с ванилью, корицей и кардамоном. То есть здесь нужно делать три шага, советует производитель. Первый шаг – это мы шинкуем яблочки и груши. Можно добавить сверху ягоду или только ягоду. Второй шаг – мы посыпаем посыпкой, которая здесь состоит, видимо, из ванили, корицы и кардамона. И потом в эти лотки, которые, видимо, здесь, все это упаковываем, естественно, перемешиваем со смесью эти яблочки и ставим на гриль, на грилевую решетку. Представляете себе? Рецептура гриль-приправы разработана Владом Пескуновым, телеведущим и автором кулинарных книг. Прикинь, рецепт от Влада Пескунова. Начистите, нашинкуйте яблочки или груши, очистите сердцевинку и порежьте на кубики где-то полтора сантиметра, на полтора, полтора на полтора. Нарезанные фрукты поместите в емкость, перемешайте данной смесью, равномерно заполните два лотка и поставьте на решетку гриль до готовности на 15-35 минут. Если у вас нет гриля, то готовить можно также и в духовом шкафу. Ну что, давайте вскроем эту упаковочку. Купил я это чудо в магазине Линия и стоила она 139 рублей. Вот у нас такие вот лоточки из какой-то, не знаю чего, алюминики, наверное, да, обыкновенные боксы такие, которые должны сохранять тепло. Ребята, а где присыпка? Где сама приправа? Это что за херня такая, блядь? Это что, меня обманули, получается, в магазине Линия, блядь? За 140 рублей я купил вот эти вот, блядь, две шкарбонки, что ли, сраные? Ребят, да вы что, блядь, а? Мало того, что, блядь, в магазине Линия меня вчера, блядь, опустило два кассира за 10 минут, блядь. Вы представляете себе? Меня ебали, блядь, мало того, что кищу, блядь, просто, блядь, унизили вчера. Вчера захожу вкратце, блядь, просто дождь уже пошел, блядь, вкратце, ребят, в линию захожу. Передо мной стоит женщина, она что-то покупает, делает покупку, короче говоря. И я кладу свои товары на ленту, лента подъезжает, и кассир начинает меня отчитывать. Говорит, ну почему положили хлеб на ленту? Тут ставится картошка грязная, там порошки. Я говорю, слушайте, а на что мне класть? Она говорит, там есть пакеты. Я говорю, я не знал, что у вас там есть пакет. Она начинает меня отчитывать. Я говорю, что это такое? Вы почему меня отчитываете? Она говорит, да потому что уже надоели, достали. Ну и тут что вы думаете? Оказывается, у нее предыдущий посетитель, который у нее был, каким-то образом по кассе не прошла сумма, там порядка 500 рублей. Она стоит, начинается у нее паника, истерика, то есть она начинает кричать там, кто-нибудь, контролер, помогите, там, да, вот этот крик, ор. Я стою, у меня 15 минут до автобуса, я опаздываю, то есть, да, как бы, почему я должен стоять и ждать? Сзади меня уже стал парень с одной баночкой какого-то там, Red Bull и чего-то там, адреналина. В итоге мы психуем, забираем эти свои вещи. У-ху, слышите? И бежим на следующую кассу, остается где-то минут 10. В итоге парень стоит передо мной и с одной этой банкой сраной своей, и в итоге у него 500 рублей, а у кассира у второго нету сдачи, представляете себе? И в итоге она уже зовет контролера, остается там порядка уже 7 минут до автобуса. Я уже психую, уже хотел просто бросать эти сраные товары, которые я там набрал, вот эту хрень вот эту вот бросать. Но в итоге, короче, подбегает контролер, приносит сдачу, она рассчитывается с этим парнем, он уходит. И тут подходит моя очередь, я начинаю рассчитываться, достаю, а у меня были сотни там разные. И кассир, второй кассир уже за последние 10 минут, да, начинает меня отчитывать. Почему вы не сказали, что у вас есть мелкие деньги? Я говорю, а почему вообще, что за претензия такая? Я говорю, вы пробили там товар уже у этого человека. Она говорит, ну ничего, вы бы мне дали, я бы потом с вами рассчитался. Это как это вообще, я не понимаю. Одолжить тебе в долг, что ли? Я не понимаю. И вот теперь в итоге, после вот этих вот унижений в магазине «Линия», мне еще и продали, бля, товар за 140 рублей, где нету приправы. Просто кто-то спиздил эту, видимо, приправу, блядь, а я, естественно, блядь, не имею привычки залазить в коробки и высматривать, все ли там внутри это есть. Ну что? Что теперь нам делать? Еще и дождь пошел. Пизду, блядь. Дождик закончился, погода наладилась, в принципе, как и мое настроение. Мы решили все-таки доделать этот ролик до конца и сделать вот эту приправу, которая должна была быть там в коробочке, сделать ее самостоятельно. Что, давайте тестить, что у нас получилось. Погнали! Ребятки, ну что, вот наша самостоятельная приготовленная приправа. Значит, добавили мы сюда тростниковый сахар, ванильный сахар, добавили немножко семечек кунжута, смеса супа у нас осталась, добавили кардамона, пришлось идти за ним в магазин, черт побери. Ну и, по-моему, все, что мы сюда могли добавить. Давайте мы теперь ягоды, малина и яблоки, их посыпем вот этой вот смесью, размешаем все это и в баночки эти металлические поставим на угли. Перемешаем это все теперь. Первый раз готовлю такую кашу-малашу. Нет, в детстве, конечно, готовили мы в песочнице, когда сиделись, но чтобы ягоды вот такой вот смесью, а потом это все еще в металлическую емкость и на угли первый раз. Емкости небольшие, поэтому я думаю, что у нас даже немножко останется. Наполним их этой смесью, уже перемешанной. Расфасуем по баночкам. Ну что, поставим на гриль. Как у нас с жаром? Жар неплохой. И, ребят, засекаем мы на таймере 15-20, ну, от силы 30 минут. Погнали! 24 минуты у нас прошло, ребят. Давайте теперь вскроем и посмотрим, что у нас получилось. Что-то у меня какие-то сомнения, что вообще что-то получилось. Огонь, в принципе, был не сильный. Может быть, надо было, чтобы они сильно зажарились. Черт его знает. Давайте откроем. И что это у нас такое? Появился сок. Такое ощущение, что мы варим варенье просто, ребят. Ну, давайте попробуем. Слушайте, ну, яблоки остаются сыроватые. Единственное, что появился вот этот привкус, корицы, привкус всех вот этих приправ, которые мы добавили. Малина дала свой привкус и сок. 24 минуты? Может быть, это мало. Производитель советует добавить, держать, вернее, 15-35 минут. С чем это связано, я не знаю. То ли 15 минут надо в духовом шкафу, а 35 на гриле. Ну, не знаю. Такое чувство, что они просто не готовы. А как они должны быть готовы, я даже не понимаю. То ли корочка должна какая-то образоваться, хотя с чего она должна образоваться? Потому что здесь никакой муки и никаких ингредиентов, чтобы образовалась корочка, здесь нет. Я не понимаю, ребят. Вот это вот полная какая-то херня, извините. Вот это расстройство, во-первых, по магазину линия, во-вторых, вот это все еще не получилось. Куда это все теперь девать, я не знаю. Но мы попробуем это съесть, в принципе. У нас есть кому это скормить. Есть у нас родственники. И какую можно поставить оценку? Я даже не хочу как бы это пробовать, потому что я вижу, что они как бы не готовы. Ребят, ну это получилось просто обзор каких-то шкарбонок. Ну, на самом деле, что это вообще за хрень? Влад Пескунов, ты, конечно, извини, но, во-первых, магазин линия подвел. Может быть, с твоим составчиком получилось бы лучше. Но то, что вышло у нас, это полное, извините, какое-то недоделанное варенье. То есть, полная хрень. Слушайте, ну какая оценка, ребят? Оценочка, конечно же, 2. 2. 2, почему не 1? Потому что идея оригинальная. Какой-то журналист, кулинарный блогер в коробочку все это упаковал. Хотя, что там нужно было сделать? Купить вот эту алюминьку, вот эту вот купить. Или даже из чего она делается? Фольга это из чего она? Из алюминия, да? Потом сделать эту упаковку в типографии, заказать. Ну и какие-то порошки смешать, собственно говоря. Все. Ну и его идея. За идею, конечно же, балл мы добавим. А так, единственная оценка, которая может быть здесь 2. А кассирам и вообще магазину линии, который находится в Смоленске, просто единица, ребят. Это была рубрика «Дай проверю». Меня зовут Макс. Всем пока. А кассиры из магазина линия горите, вы сами знаете где, в костре.